Дым до небес, на Кирова горел жилой дом. Спасатели напоминают, что эксплуатировать печное отопление необходимо согласно правилам пожарной безопасности. Кто виноват и что делать? Детский ад. В Могилеве задержан педофил, который измывался над собственными детьми. Уводил прямо из-под носа. Могилевчанин вынес со стройплощадки инструментов на 3,5 тысячи рублей. Куда потратил заработанное? Это сирена. Громкие ЧП за неделю. Страшная правда из жизни города. Мы ложимся ровно в 10 минут. Засекайте. 5 ДТП, трое погибших, четыре с серьезными травмами. И это только за три дня в Могилевской области. Виной всему погода оправдываются автомобилисты. Мол, из-за сильного дождя и тумана перед глазами пелена. Все ли так на самом деле разбиралась Карина Гуревич. Сложные погодные условия и их последствия – одна из главных тем последних дней. Городские дороги превратились в одну сплошную аварию. В субботу Бобручанин не справился с управлением и съехал в Кювет. Стревоженные очевидцы «Форсажа» тут же бросились на помощь. Вот только спасать никого не пришлось. Медики были вынуждены в прямом смысле догонять пострадавших. А теперь они просто свалили. Мы вызвали скорую. Мы думали, что там люди погибли, потому что они летели с огромной скоростью. Там у них повырвало колеса. Мы вызвали скорую, что ребята не вылазят. Они вылезли на карачках и просто сваливают. Одно дело – человеческий фактор. И совсем другое – погода, которую невозможно контролировать. Дождь и туман буквально застилают глаза. В тот же день на перекрестке Гоголя и Рджоникидзе столкнулись две иномарки. Водитель Рено не уступил дорогу Форду, который двигался по главной. От такого удара француз отрикошетил на тротуар, где его задержал столб. И только лишь чудом оказалось, что на пешеходной зоне не было людей. Во вто, к слову, было установлено газобаллонное оборудование. Поэтому на место прибыли практически все экстренные службы. А вот пассажиру Логана повезло меньше остальных. Он оказался на больничной койке. На этом лихие выходные не закончились. Уже в воскресенье страшное ДТП взбудоражило город. На третьем километре автодороги Могилев-Бобруйск 35-летний водитель автомобиля «Форд» не справился с управлением, в результате чего произошел боковой занос. Автомобиль оказался на встречной полосе, где произошло столкновение с автомобилем «Дача». 77-летняя пассажирка автомобиля «Форд», местная жительница, от полученных травм скончалась на месте. Пассажирка находилась на заднем сидении, не была присунута ремнем безопасности. В дождь и туман дороги становится еще опаснее. Видимость падает, а покрытие превращается в каток. Вдобавок спешка и излюбленная авось. Рецепт битых фар, погнутых бамперов и, что хуже, сломанных жизней. Самый верный способ – снизить скорость, включить противотуманки и четко соблюдать ПДД. О том, что за рулем нельзя говорить по телефону, знает каждый, однако отвлечь водителя куда проще, чем кажется. Разговоры, громкая музыка и даже перекусы. За 10 секунд отсутствие концентрации автомобиль без контроля хозяина проезжает больше 60 метров. Стоит ли переключение внимания на бытовые мелочи жизни – большой вопрос. В сентябре в силу вступили изменения в ПДД. В первую очередь они направлены на безопасность как для водителей, так и для пешеходов. К примеру, теперь сдавать экзамен в ГАИ можно на автомате, однако пересесть за механику уже не получится. В правах сделают специальную отметку. Упраздняется также необходимость согласования с госавтоинспекцией маршрутов, по которым осуществляется обучение управлению механическим транспортным средством. При этом Министерство внутренних дел будет определять перечень участков дорог, на которых запрещено обучение. Определен порядок направления водителей, механических транспортных средств, самоходных машин на обязательное медицинское перевосвидетельствование, в том числе уведомление о таком направлении. С 27 октября добавится еще несколько новшеств. В первую очередь они касаются средств персональной мобильности. Это самокаты, гироскутеры, сигвеи и моноколеса. Теперь для них определена максимальная скорость – 25 км в час. Но всем участникам дорожного движения нужно понимать – правила работают лишь в том случае, если их соблюдают. Карина Гуревич, Максим Галеонко, Сирена. С начала года в городе произошло 79 пожаров, в которых погибло 11 человек. В районе пламя бушевало 45 раз и унесло 8 жизней. Минувшая неделя не обошлась без огонька – горел жилой дом на Форштадте. ЧП произошло средь бела дня. Плотные клубы дыма вырывались прямо из-под кровли постройки на Кирово. Спасатели оперативно укротили пламя. К счастью, никто не пострадал. Хозяева успели выскочить на улицу. Из поврежденного лишь стены, потолок и имущество. Предположительно, причиной едва не случившейся трагедии могла стать печь. Спасатели напоминают, что эксплуатировать печное отопление необходимо согласно правилам пожарной безопасности. Напоминаем, что запрещено перекаливать печи, использовать для розжига легко воспламеняющиеся жидкости, использовать неисправные печи и теплогенерирующие устройства, ну и, конечно, нельзя доверять топку печей малолетним детям. В этот же день бобруйские спасатели помогли человеку, который в буквальном смысле повис на балконе третьего этажа Поостровского. 49-летний неработающий мужчина из последних сил держался руками за водосточную трубу. Сотрудники МЧС с помощью автолестницы сняли незадачливого альпиниста. Что подвигло его забраться на балкон, так и осталось загадкой. Вспыхнуло, как спичка. В Могилеве в центре города полыхало такси. Тушить пришлось МЧС. Гори-гори ясно. 4 октября рано утром на перекрестке Ленинской и Тимирязевской в Могилеве 30-летний водитель такси не уступил дорогу «Пежо», который ехал навстречу. От удара автомобиль сферы услуг загорелся. Пассажиры обеих машин были госпитализированы. Тушить пожар пришлось МЧС. Своими силами укротить пламя очевидцам не удалось. Не в том месте, не в то время. В пятницу около полуночи вблизи деревни Ясный лес произошла смертельная авария. 54-летний водитель микроавтобуса сбил мужчину, который стоял на проезжей части. Известно, он был без световозвращателя. От полученных травм пешеход скончался на месте. Следственный комитет проводит проверку. Возбуждено уголовное дело. Каждым годом количество ДТП в темное время суток с участием защищенных участников дорожного движения уменьшается. На сегодняшний день в Бобруйском районе это первое дорожно-транспортное происшествие в этом году, которое в темных условиях, в условиях недостаточной видимости совершено. Госавтоинспекция напоминает, фликер может спасти жизнь. В сумерках водителям практически невозможно своевременно увидеть человека на дороге. Не стоит забывать, светлое время суток с каждым днем становится короче. Родительский кошмар наяву в Могилеве задержан педофил. Тревогу забила мать двоих детей, когда заметила явные изменения в поведении малолетних. Женщина тут же обратилась в правоохранительные органы. При проведении проверочных мероприятий оперативниками по противодействию торговли людьми Ленинского РУВД Могилева было установлено, что дети подверглись сексуальному насилию со стороны их 57-летнего отца, с которым заявительница находится в разводе и проживали отдельно. В ходе обыска у подозреваемого были изъяты компьютер, цифровые и бумажные носители, где была информация, посвященная детской психологии и сексуальной тематике. Мужчину задержали, возбуждено уголовное дело. Назначен ряд экспертиз. Перфоратор, дрель и шлифмашина. Могилевчанин тихонько выносил дорогие строительные инструменты с территории предприятий. В милицию обратились двое жителей областного центра, у которых был похищен инвентарь на общую сумму около 2500 белорусских рублей у одного и 600 у другого. Брал чужое как свое. Сыщики выяснили, инструмент унес 54-летний, нигде не работающий гражданин. Он проникал внутрь частных организаций под видом рабочего. Деньги он тратил на личные нужды. Однако часть похищенного реализовать все же не успел. Возбуждено уголовное дело. Новый друг лучше старых двух. Могилевчанин украл у знакомого более 750 рублей. Правоохранители установили, мужчины познакомились во дворе дома. После просьбы незнакомца приобрести выпивку, приятели вместе сходили в магазин и купили спиртное. Затем местный житель пригласил нового знакомого к себе домой, где после уснул. Утром хозяин квартиры обнаружил, вместе с гостем пропала и банковская карта. Последний снял с нее наличность и потратил. Это была «Сирена». Ну а больше новостей ищите на нашем канале в YouTube и соцсетях. Я Кристина Ариянс. Увидимся через неделю.